Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Вот сегодня мы с вами говорим о состоянии сердца. Это то, что я сегодня хочу вам сказать. А в подтверждение вчерашней лекции я хочу поставить песенку. У нас сегодня аппаратура уже работает. Вам нормально слышно? Лучше, чем вчера? Хорошо. Итак, вот смотрите, допустим. Мне надо купить квартиру. Не болтайте, мой хороший. Не послушайте меня, пожалуйста. Не послушайте меня. Я же для вас. Вот, допустим, если надо купить квартиру, как определить, что мне надо вот сейчас покупать? Посмотрите в своё сердце. Если ваше сердце спокойно относится к этому, ни за, ни против, спокойно. Да, надо купить квартиру, но как бы я не парюсь с сердцем. Это значит, что ситуация в сердце очень благоприятная для того, чтобы покупать квартиру. Если у вас есть жажда в сердце, надо купить, я не могу без квартиры, хочется быстрее квартиру, всё, не знаю, что делать, то ли там, что делать. Ни в коем случае не покупайте. В это время это очень неблагоприятная ситуация. Это означает, что судьба строит вам козни. И третий вариант. Если вы думаете, что надо купить квартиру, но в сердце ничего не получится. Ну, не сможете купить квартиру, но ничего не получится. Это тоже неблагоприятная ситуация. То есть, единственная благоприятная ситуация, это когда в сердце спокойно. Допустим, девушка встретила парня, и у нее в сердце, ааа, хороший парень, такой классный, надо быстрее за него замуж, всё, я такого больше не найду. Неблагоприятная ситуация. Или встретила парня и чувствуешь, что как бы, не, я не смогу как бы замуж за нее выйти, не смогу, что-то вряд ли у меня получится. Не по зубам орешек. Тоже неблагоприятная ситуация. А если встретила парня, и в сердце спокойно, ну, как бы, ни жара, ни холода, просто спокойствие, что всё нормально, всё хорошо. Самая благоприятная ситуация. Теперь вы скажете, а если неблагоприятная ситуация? Ну, тогда надо ее сделать благоприятной. Не то, что я встретила парня, сильный жар появился в сердце, ну, пинка ему под зад. Потом сама же, потом, а-а-а, я же его люблю, зачем же я бросила? Олег Геннадьевич во всем виноват, он так сказал? Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что надо просто совершать аскезы, молитву, отношения строить с этим человеком, для того, чтобы держать его на дистанции, не приближаться к ним, для того, чтобы сердце успокоилось, а только потом уже выходить замуж. Или, допустим, вы чувствуете, что я по зубам орешу, ну, хорошо, сделайте, чтобы было по зубам, совершайте аскезы, работать над собой, развивайте отношения с этим человеком. И постепенно в сердце появится спокойствие. А если оно не появляется, продолжайте это делать. И следите за этим человеком. Потому что есть признаки также и неблагоприятные выходить замуж вообще. Например, предательство. То есть вы строите, строите отношения, он еще не ваш муж, и у вас нет половых отношений с ним. И вдруг вы узнаете, что у него параллельно еще какая-то девушка, он тоже с ней строит отношения. Все, до свидания. С этим человеком дальше не надо продолжать строить отношения. А если он как бы бросит эту девушку, будет кляться, ну, хорошо, это уже другая ситуация. Но это от него зависит. Не то, чтобы ему условия ставить. Бросай девушку, тогда я с тобой буду строить отношения. Можно и так поступить тоже. Гарантий уже меньше. Потому что он, может, сейчас бросит, а потом опять заведет. Ну, то есть, понимаете, есть неблагоприятные вообще вещи, которые указывают, что, может быть, в этой дороге вообще не ходить. Допустим, вы покупаете дом, а у него плохая история. Вы узнаете, что там с этим? И смотрите, что там непонятки происходят. Кто-то прописан, кто-то не прописан. Какие-то дети прописаны, которые говорят, мы уже выпишем через два дня, давайте сейчас покупать. Нет. Это очень неблагоприятно. Не связывайтесь с этим вообще. признак того, что будут проблемы. Часто люди раньше времени привязываются к чему-то, не изучая, благоприятно это или нет. Поэтому всегда, когда мы совершаем события, поступки какие-то в жизни, всегда нужно сначала посмотреть на свое сердце. Что у тебя в сердце? Допустим, хочу забрать ребенка. А что у тебя в сердце? В сердце жуткий страх и сильное напряжение. Неблагоприятная ситуация. В сердце должно быть спокойствие. Если ты хочешь совершить какой-то поступок, должно быть спокойствие. Вот когда спокойствие появилось, тогда совершай. Значит, все будет хорошо. Но если его не появляется, значит, это опасно совершать с таким сердцем поступки. Это неблагоприятно. Это касается всего. Вот, допустим, вы решили покушать, да? Непонятно где. То есть вы у вас в дороге, непонятная пища. Вот вам надо покушать. А вы просто возьмите и посмотрите в свое сердце. Что у вас в сердце по отношению к этой пище? Если сильная жажда, сильно хочу кушать, это неблагоприятно. Успокойтесь сначала, помолитесь. Может быть, эта пища, она инфицированная или плохая. Конечно, есть еще внешние критерии. Например, если ты нюхаешь пищу, нюхаешь, не пробуешь, а нюхаешь, то в запахе, может быть, присутствует знание о том, есть ли там что-то неприятное или нет. Ну, допустим, вы смотрите на пищу, это любимая пища, допустим, это любимый плов, допустим, да? Вот прям классный такой плов, вот прямо такой, какой я люблю, да? И вы начинаете его есть и потом отправляетесь. Что не сработало? Не сработало то, что вы использовали не тот анализатор. Само понимание, вот видение пищи, понимаете, вы видите не этот плов, а видите ту картинку, которая у вас создалась в результате того, что вы много раз пробовали это блюдо. Но вот этот конкретно плов вы не увидели в это время. Чтобы его увидеть, надо понюхать пищу. Не попробовать, а понюхать. Когда человек нюхает, то от этого плова пойдет неприятный запах какой-то, понимаете? Это признак того, что там есть инфекция. Просто неприятный запах. Поэтому животные все сначала нюхают и потом едят. Понимаете? А так как мы не знаем правил, мы сначала едим, потом нюхаем. Что это такое? Съели. Это неправильное мышление. Это уже поздно, потому что пища же уже все плохое сделала внутри, и потом вышла. Поэтому на все есть свои правила. Но даже если у тебя не работают нюхательные рецепторы, ты можешь посмотреть на пищу и посмотреть в свое сердце. Если у тебя там тревога в сердце, значит, не ешь. Если сильная жажда, тоже опасно, значит, твое сердце не готово к тому, чтобы понять, хорошо это или плохо. Сильное желание разрушает разум человека. атаку. Академия